Блогеры. Есть какие-то? Покажите мне, пожалуйста, блогеры какие-то есть. А вот дайте вот девушке, вот второй. Представьтесь только, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аня Хилькевич, я представляю российскую социальную сеть ЯПИ. И вот я тоже услышала своего коллегу, и вопрос у меня такой. Развитие вот этих всех цифровых сервисов, оно ведь несет в себе большие возможности, в том числе и в сфере образования. Образовывать и передавать информацию молодежи можно через развлекательный или игровой контент. И вот это приложение ЯПИ, оно через него можно не только удобно просматривать, но еще и создавать креативные ролики, креативить. И вот вопрос такой. Как вы относитесь к взаимодействию с молодежью в таких средах? Или вы считаете, что поколение деградирует? Почему же деградирует? Не развивается. Да нет, ну что вы. Вообще человечество всегда развивается, и дети всегда лучше и умнее своих родителей. Это очевидный факт, потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого и креативные возможности человека становятся все выше и выше. Он не только бегает быстрее или прыгает выше, он еще и думает интереснее и креативнее. Поэтому, а сейчас ведь все образование, особенно в малых возрастных группах, малышей, ведь оно основано на чем? На играх. На играх основано. И, конечно, те возможности, о которых вы сказали, безусловно должны быть использованы. Поэтому-то мы, кстати говоря, и стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране. Есть соответствующие планы у нас на это. Деньги выделяем. И вот сейчас вот в школах должны уже закончить эту работу. В сельскую местность должны выйти с этим. 24 миллиарда, по-моему, предусмотрено на эту работу. Почта России должна к этому подключиться. И у нас при всех спорах, надо ли поддерживать коммерческую структуру, такая, как Почта России. Я считаю, что надо для того, чтобы и там люди могли пользоваться, особенно на селе вот этими возможностями, о которых вы сейчас сказали. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который шёл бы на пользу. Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали вот этим интернетом, чтобы они не подменяли реальную жизнь только сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы и спортом занимались, и музеи посещали, и в театрах бывали. Но это должны быть… Вот эти возможности интернетные, о которых вы сказали, сети различные, они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только в виртуальной жизни. Вот это тогда и придётся к деградации. Но для этого и существуют представительные органы власти, которые парламенты, общественные организации, некоммерческие структуры, которые в диалоге между собой должны выработать определённые правила поведения. Спасибо.